Этот летний сезон Далгопилской крепости примечательен не только постепенным увеличением числа туристов, но и активным темпом реставрации и ремонта сразу нескольких знаковых объектов – инженерного арсенала, паркового склада и Далгопилского зонального государственного архива. Наиболее амбициозные работы проходят на территории инженерного арсенала, где впоследствии должен быть создан музей техники и индустриального дизайна. Недавно здесь отпраздновали праздник стропил. Несущая система крыши завершена над всем комплексом. Проводятся основательные работы с фасадом и во внутреннем дворе арсенала, где готовятся основания для коммуникации будущего музея. Здесь же был найден интересный и крупный артефакт – старинный паровой котел из клепанного железа, который планируют экспонировать во дворе музея. Большой объем работы сделан во внутреннем дворе, то, что возможно скрыто от посетителей крепости, то, что уже полностью выбран слой грунта, подготовлены основания для новых коммуникаций. Мы констатировали, что, в принципе, исторического культурного слоя во внутреннем дворе не осталось. Только констатирован небольшой сектор, сохранившийся исторического и булыжного мостовой. И также для нас был сюрприз откопать фундаменты пристройки к восточному корпусу инженерного арсенала, где в 70-е годы XIX века были установлены дополнительные паровые котлы. И дополнительный сюрприз, что рядом с этими фундаментами был также найден один из этих исторических паровых котлов. Сейчас задача у архитекторов, совместно с заказчиком, решить, где экспонировать эти исторические артефакты. В другой части крепости, вблизи арт-центра имени Марка Ротко, полным ходом идут работы по созданию дополнительного выставочного пространства, которое будет посвящено выдающемуся керамику Петрису Мартинсону и глиняному творчеству в целом. Для этого нужно частично перестроить пороховой склад седьмого бастиона, опустить крышу, демонтировать некоторые внутренние элементы и благоустроить территорию. Рядом с будущим домом Мартинсона должна появиться зона отдыха для детей и места для торговли ремесленников. Самые сложные будут работы и важные связаны с крышей, поскольку нам необходимо будет понизить существующую отметку крыши доисторической. Отдельный фронт работ связан с благоустройством прилегающей территории. В результате проекта будет установлено не только само здание порохового склада, но и благоустроенно прилегающая территория, где раньше многие видели, хранились различные камни, которые собирались по территории крепости. Там же сейчас будет создана новая территория для рекреации. Это будет площадка для ремесленников, где они смогут торговать, например, по выходным или по праздникам. Зона отдыха для детей. Восстановим декоративный яблоневый сад. В отличие от двух упомянутых проектов самоуправления, строительные работы в принадлежащем вал с Некстом и Ипушем здании из анального архива, где в будущем планируется создание архивного центра Латгальского региона, уже выходят на финишную прямую и могут быть закончены в августе этого года. Здесь почти завершено обновление фасада, улучшенная энергоэффективность здания, заменены инженерные коммуникации, старые окна, двери и другие элементы строения. Благодаря всем этим изменениям архив не только сможет еще лучше выполнять свои функции, но и приятно впишется в архитектурную среду крепости. Сюжет подготовил отдел общественных отношений маркетинга Даугапилской городской думы.